Украина сейчас переживает одни из самых массовых бомбардировок своей территории со времени Второй мировой войны. Путин, пытаясь устрашить украинцев и сломить их дух, тщательно копирует действия Адольфа Гитлера, точно так же пытающегося сломить британцев многодневными массированными налетами на Лондон в 1940 году. Как мы знаем, несмотря на ужасающие разрушения столицы, британцы, к удивлению фюрера, не сдались. А лондонские пабы, кстати, работали даже во время бомбежек. Операция немецкой авиации «Лондонский Блиц» вошла в историю как одна из самых разрушительных и продолжительных по времени бомбардировок Второй мировой войны. Воздушные налеты Люфтваффе на британскую столицу начались 7 сентября 1940 года. Они шли 57 ночей подряд, а затем с небольшими перерывами продолжались вплоть до мая 1941 года. В день начала бомбежек 550 бомбардировщиков Люфтваффе сбросили на британскую столицу в течение нескольких часов более 100 тысяч зажигательных и сотни обычных бомб. Сегодня целью таких же яростных бомбардировок является Киев. И я уверен, что в ударной сумме смертоносного железа, выпущенного по столице Украины, Путин уже превзошел Гитлера. Но Путин не уникален. Впервые немецкие войска применили тактику авиационного террора, начали бомбить мирных жителей. Если сначала они уничтожали английские радиолокационные станции, бомбили аэродромы, то потом они перешли на бомбардировки городов, считая, что таким образом они смогут нанести морально-психологический ущерб, то есть снизить волю к сопротивлению. Первые налеты на города были недостаточно массовыми. Там участвовали десятки самолетов, поэтому сами англичане начали даже посмеиваться над сообщениями немецкого радио. Вот разбомбили, Лондон горит. Тогда немцы решили нанести действительно мощный удар по Лондону с участием сотен бомбардировщиков и истребителей. Бомбардировки Лондона сопровождались сильными разрушениями и пожарами. С лица земли были стерты целые кварталы, уничтожены исторические памятники. Но Лондон выдержал, британцы выстояли. Битва за Англию в итоге была выиграна. Но как именно гражданам Туманного Альбиона удалось сохранить страну и какой урок из этих событий должна вынести Украина, смотрите в этом выпуске. Но вначале подпишитесь на этот канал и нажмите на колокольчик для уведомлений о новых видео. Не забывайте ставить лайки и писать комментарии, тем самым вы помогаете в продвижении этого видео. А если хотите поддержать автора, заходите на Patreon и buy me a coffee. Все ссылки в описании и первом комментарии. Черчилль писал в своих мемуарах. Вся мощь удара была сосредоточена на центре Лондона. Время было рассчитано таким образом, чтобы бомбардировка пришлась на час отлива. Главные водные магистрали были выведены из строя взрывами морских мин, сброшенных с самолетов на парашютах. Людям пришлось бороться с 15 тысячами очагов пожаров. Серьезный урон был нанесен доком и железнодорожным станциям. Восемь церквей Кристофера Рена были уничтожены или повреждены. Существовало мнение, что летчики Люфтваффе специально не трогали собор Святого Павла, так как он служил им главным ориентиром. Но на самом деле он тоже был очень близок к гибели. Бомба упала совсем рядом. К счастью, она не разорвалась. Больше всего пострадал восток британской столицы, Ист-Энд, где были расположены заводы и доки. В Берлине рассчитывали, что, нанося удар по небогатому пролетарскому кварталу, удастся внести раскол в английское общество. Недаром супруга короля Георга VI, королева-мать Елизавета, на следующее утро после бомбардировки Букингемского дворца заявила, «Слава Богу, теперь я ничем не отличаюсь от своих подданных». Историки подчеркивают, что британские власти предвидели возможность массированных бомбардировок и, основываясь на опыте Первой мировой войны, готовились к ним. Еще в 1938 году лондонцев начали обучать тому, как вести себя при налетах. Станции метро, подвалы церквей были обустроены под бомбоубежище. В начале лета 1940 года было решено эвакуировать из города детей. Всего около полутора миллионов человек планировалось эвакуировать в сельскую местность. Для девятимиллионного города было подготовлено 300 тысяч мест в больницах. Население с начала Второй мировой войны стали приучать к светомаскировке. Тем не менее, во время бомбардировок с сентября 1940 года по май 1941 погибло более 43 тысяч человек. Черчилль писал, То было время, когда англичане, и в особенности лондонцы, которым принадлежало почетное место, проявляли свои лучшие качества. Ожесточенные и воодушевленные, упрямые и готовые к испытаниям люди не желали видеть себя покоренными и адаптировались к новой реальности – Блица, со всеми ее ужасами и потрясениями. В итоге, поставить Великобританию на колени, создать такие условия, чтобы англичане попросили мира, немцам не удалось. Несмотря на то, что они нанесли существенный ущерб Великобритании, были большие потери в авиации, но цели своей немцы не достигли. Господство в воздухе они не завоевали. Сломить английскую авиацию не смогли. Немцы различными способами пытались решить свою задачу, но англичане оказались на высоте. Они меняли тактику борьбы, вводили новые силы, значительно увеличили еще в начале лета производство истребителей. Они оказались готовы к такому развитию событий. Несмотря на то, что численное преимущество было у немцев, задачу свою они не выполнили. Журнал «Лайф» писал в 1941 году. Немцы удивлены и озадачены желанием Лондона терпеть разрушение и смерть, вместо того, чтобы сдаться. По мнению Германии, англичан побили, просто они еще отказываются с этим соглашаться. Конечно, это вовсе не так. И если в конце концов мы выиграем войну, то победа будет обязана отваге, с которой жители Лондона сдерживают осаду. Самое удивительное – это действительно то, что британцы не пали духом во время блица. Многие рабочие выходили на службу по привычному расписанию, пробираясь до заводов через руины. Увеличилось количество пивных пабов, куда захаживали даже домохозяйки, счастливые, что могут отдохнуть от рутинных дел. А когда государственные инспекторы пытались отправить гуляющих по домам, те заявляли, что им нравятся воздушные налеты. Однако подлинный дух блица состоял в том, что люди считали своим долгом оставаться на рабочих местах, поддерживать работу транспорта, тушить пожары. Моральное состояние населения было очень высоким. Оно не снизилось ни в Лондоне, ни в провинциальных городах. Немцы планировали в случае выведения с помощью авиации Британии из войны сосредоточить все усилия на вторжении в Россию, согласно плану Барбаросса. Налеты немецкой авиации на Москву летом 1941 года трудно сравнить с Блицем. Эти налеты были составной частью наземных военных операций и не носили столь массированного характера. Интересно, что в то время несколько британских экспертов прилетали в Москву, чтобы организовать противовоздушную оборону советской столицы на основе опыта, приобретенного Британией во время Блица. Из мемуаров Черчилля. За Атлантическим океаном длительные бомбардировки Лондона, а впоследствии и других городов, вызвали волну сочувствия в Соединенных Штатах, какой не бывало ни до, ни после того в англоговорящем мире. В сердцах американцев пылало сопереживание. И сильнее всех в сердце президента Рузвельта. Я чувствовал желание миллионов мужчин и женщин разделить наши страдания и нанести ответный удар. Американцы ехали в Великобританию и везли столько, сколько могли взять с собой. Их уважение, почтение, чувство любви и товарищества очень воодушевляли. Однако на дворе был всего лишь сентябрь, и нам предстояло еще много месяцев такого странного выживания. Лондон был не единственным британским городом, который страдал от немецких бомбардировок. Разрушены были также военные и промышленные центры, такие как Белфаст, Бирмингем, Бристоль, Кардив и Манчестер. За полгода авианалетов немецкие бомбы убили несколько десятков тысяч британцев. Целью этих массовых убийств было не только уничтожение полностью вставшей на военные рельсы британской промышленности. Гитлер хотел вызвать панику и вынудить население демократической страны оказывать давление на правительство, заставляя к миру на невыгодных условиях. Впрочем, именно эти бесчеловечные испытания сплачивают британцев, делая их тыл активным продолжением фронта. Королевская семья во время самых страшных бомбежек осталась в Лондоне, чтобы поддержать свой народ. Все, кто не работает на заводах, ежедневно разбирают завалы или переезжают в сельскую местность, где возделывают буквально каждый клочок земли. Уже в 1941 году британский ВВП вырастает на 18% по сравнению с мирным 1938. Британцы отстояли свою страну. Битва за Англию была выиграна. Точно так же и украинцы отстаивают сегодня свою родину. Украина была, есть и будет. Путину не удалось сломить украинский народ. Точно так же, как и Гитлеру не удалось сломить британцев. Опыт Второй мировой войны доказал, стратегические бомбардировки перестали быть принуждением к миру. Они формировали тотальную ненависть к агрессору и только усиливали сопротивление. Применив в Украине тактику Второй мировой, Путин не только становится на одну ступень с Гитлером, но и намекает – живые украинцы ему не нужны. Он до сих пор хочет полностью уничтожить огромный европейский народ, растворив выживших в своей российской недоимперии. И мир, как и украинцы. Этот намек понял. Всем украинцам скорейшей победы! Субтитры подогнал «Симон»!